Какая-то приятная штука интернет. Почему она для меня лично приятная? Ну, потому что мне интереснее передавать вам то, что я изучил в интернете. И в свое время, не так давно, Владимир Владимирович Путин так и сказал. ИП-шники, они все не очень хорошие товарищи. Ну, может быть, да. Потому что я тоже был тем же самым ИП-шником, естественно. Как же еще так-то? Вот. Правда, я делал что-то немножко другое. Больше информации для вас, уважаемые мои горожане, было то. Наверное, он про других ИП-шников рассказал. То есть, давайте все-таки определимся, с чего все начиналось. Сначала все ИП-шники это были ларьки. Ну, еще отдельные ИП-шники занимались продажей, естественно. У нас ничего не производится. Зададимся вопрос, что на мне российского-то есть, честно? Да ничего не тут российского. То есть, мы все ушвакали. А есть, есть, есть. Но я очень сильно сомневаюсь, что на скину мне. А не написано, что в России. На скину с ней в России были сделаны. Ну, да ладно. А так все. Больше здесь ничего российского-то и нет. Да и я так думаю, что у вас тоже ничего российского-то и нет. И после всего этого дела, и уже сейчас, когда у нас ларьков почему-то уже не стало, почему это сделано, я не понимаю. Точнее, вы хотите сказать, что вы идите в сетевики, там все будет красиво. Даже в сетевиках я даже ничего не могу себе приспособить и покушать. Потому что я захожу в эти сетевики, и если я еще найду себе что-то качественное, то это всего лишь 10% из того, что там есть. А так вот, да, ребятки? Красиво? Ой, изумительно. К слову о том, почему я нахожусь рядышком здесь, поликлиника номер один. Да. И когда это я все начинаю снимать? Когда у нас жесткий кризис. В смысле не кризис, в смысле все должны сидеть на карантине. Вах! Ну, я вам сначала говорил про интернет, правильно? Говорил же я вам про интернет? Естественно, говорил. То есть я, ну, такое внезапно случилось, почувствовал себя очень-очень нехорошо, а я знаю, что я реально болею. И я попытался найти то, что нужно было. Дело-то было как раз 3 недельки-то назад. Вот. Я взял... То есть чем лечится, и очень хорошо лечится вот эта коронавирусная инфекция? Во-первых, она очень хорошо лечится антителами к СПИДу, к гепатиту С. Очень хорошо она лечится также лекарствами против малярии. А вы не знали? Так вот, зайдите в интернет. Просто зайдите, да, посмотрите. Не надо вот эти ленты, Ньюсру там читать. Это по ушам ваш проезд. Зайдите просто, задайте вопрос. Простой, элементарный вопрос. Как наша медицина, в смысле, медицинские издания, которые вам говорят, чем вы будете лечиться, предлагают лекарства для вот этого сраного коронавируса? Опаться! Вот отсюда все и начинается. Да-да-да-да-да. Почему у нас карантин? Есть определенное лекарство. Я сейчас прохожу по всем аптекам, задаю эти вопросы. Они мне говорят, да, у нас этих лекарств и нету. То бишь, господа мои, вместо того, чтобы сделать все по-человечески, как в нормальных... Хотя нет, этого нигде нету. То есть, мне когда говорят, что коммунизм плохо, это еще в какой-то степени то. Я не буду говорить, что коммунизм вообще плохо. Нет, господа мои. То есть, вы должны определиться. Вот есть такая говеная штучка, да, просто на BBC, там есть такая на русском языке, распространение пандемии, в смысле коронавируса. Вот. Легко и просто он проверяется. Вообще легко и просто. Посмотрите, сколько строчек в начале. И почему-то они не говорят, что население Китая малость... Чуть-чуть. 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 Побольше, чем 40 миллионов человек. Да, там почти полтора миллиарда находится, да? А в Китае коммунизм. Как они хорошо все вылечили. Да, тогда. То есть, вот это... Вот это шняга, которую вы должны понять, да? То есть, первые 20 страниц, это там, где очень хорошо капитализм рулит. В капитализме вообще-то слова не было такое, что здоровье нации, это хорошо. Нет, там этого не нужно. Именно поэтому везде этот долбанный карантин. Почему этот долбанный карантин? Возвращаясь к кругам своям. То есть, к нашим дивным аптечкам, да? То есть, я же задал вопрос про вот эти лекарства. Оказывается, что этих лекарств не существует в природе, они знают, но их нету. Нету, 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 нету. По одной простой причине. Почему их нету? Сейчас объясню. То есть, это называется фармаптеки, которые производят все это дело, продукты. Мы же ничего не берем оттуда, правильно? Так эти производственные предприятия, они просто не были в состоянии обеспечить, грубо говоря, даже 10 миллионов человек. Да нету у них столько. Они брали там, допустим, миллионы и раскидывали по всем странам. А десятков-то нету, понимаете? То есть, вместо того, чтобы сказать, да, мы облажались, и поэтому, господа мои, мы облажались, а вам, конечно, тоже придется дома посидеть. Не, ни хрена, мы должны всех на коронавирус запустить. Вот в чем наша проблема. Почему это не в эфире? Ну, вы прекрасно понимаете, цензура, да, конечно, конечно, красивая цензура, да? Вот это надо сделать в эфире, понимаете? И тогда вы поймете, о чем идет речь. К слову о том, что нефть, Урал, блин, да, ребята, мы столько нефти не производим. Если брать вот это все, то мы производим вот такая фигняшка. То есть, мы там вообще никто, никто и ничто. Вместо того, чтобы нормально продавать то, чем мы занимаемся, хлеб и все остальные вещи, мы пытаемся повыкобениваться на нефти. Да забудьте про нее, нет у нас нефти. Выкиньте и все. Верните нам доллар, хотя бы к 6 рублям. Куда 77, то уже вы воткнули вы. И тогда, тогда будет все нормально. И тогда, и тогда, если, если вы вернете доллар к 6 рублям, я буду слушать Владимира Владимировича, когда он нам сказал, если вы вернете все это дело к 6 рублям, что мы живем, круто. 70% россиян стали жить очень круто. Мне что-то в это снильно не верится.